Моя мама не хочет, чтобы я женился и препятствует любыми способами. Она у меня забирает всю зарплату, оскорбляет. Я живу как на вулкане, постоянно на нервах. Съездишь в Москву, в парк, ищу куда-нибудь, так мать мне говорит, чтобы в 13.05 был дома. Очень хочу поскорее найти девушку и жениться, и уйти из этого концлагеря. Я Лариса Гузеева, это «Давай пожениться». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Светлана, Милана и Анжелика. А жених у нас Дмитрий. Здравствуйте. Дмитрий. 33 года. Приехал из города Балабаново на программу «Давай поженимся» втайне от матери, так как именно ее винит в своей неудавшейся личной жизни. Дмитрий в прошлом машинист электропоезда. Сейчас работает дворником в школе. Слушает песни прошлых лет и тоскует по своему железнодорожному прошлому. Гордится тем, что спас девочку и подобрал в электричке кота. Предупреждает, что безотказный. Дмитрий не свяжет свою жизнь с распутной и грубой женщиной, которая ходит по клубам и злоупотребляет алкоголем. Женится на скромной и заботливой девушке с серьезными намерениями и большим желанием создать семью. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и с цветами. Спасибо вам преогромное. Вот я только хотела спросить, не своего ли огорода? Да. Прямо такие вот осень-прохладное утро. Дима, а что, мама не отпускала? Да. Вроде уже взрослый мальчик. Ну, вот так вот написали письмо. А что боится-то? Нас, гадюк, или что женитесь? Что женюсь, скорее всего. А нас, наверное, любит. Ну да. Да, наверное, нас видит себя. Даже прихожу домой по часам. Получается, маму не послушала, приехал, да? Да, молодец. А сколько маме лет? 59. А братья и сестры? Нету. А отец? Отец умер в том году. Но вместе жили? Нет, раздельно. Раздельно. Они с 89-го года расстались. И мама не выходила замуж больше? Нет. Понятно. Любит так вас? Да. И, наверное, не хочет, чтобы другой достался, такой прекрасный мальчик? Да. И по хозяйству еще все делала. Она только лежит, отдыхает, а я там и полы, и пыль, и все, что хочешь. А не пробовали вас бунтовать? Послушайте, вот тут в 15 лет дети уже... Я ее борюсь, она очень такая, у нее такой характер очень истерический. Истерический? А что она может сделать вот максимум? Какое зло она может вам причинить? Швырнуть, оскорбить, унизить. А поэтому надо уехать далеко от нее, снять какую-нибудь комнату где-нибудь из-за жития? Ну, деньги все у нее. Вообще, мне кажется, то, что он так рискованно все-таки приехал на передачу, говорит о том, что он человек самостоятельный. Со своим личным мнением. Скажите, а что дворник? Вы же работали машинистом. Что там приключилось? Ну, ехал экспресс Москва-Калуга, и, основание всего, грибники с наушниками вот эти вот вышли из леса. А у меня там скорость 280. Я принял термоторможение, и они не успел я. С тех пор заикаетесь? Получил заикание и вторую группу. Вот на нервной почве. Когда это произошло? Это в 2005-м. Но вас оправдали, потому что вашей вины в этом не было? Да. Признали их виновным. Но жить с этим, наверное, невозможно. Тяжело. Да заикание даже довели человека. Бедный мужчина. Дима, а есть вообще что вспомнить хорошего? Хорошего? Мало. В основном все такое. У вас же детство было, не приведи, Господи, кому-нибудь. И помойки. Да. На свалку ходил, да. И детство совпало с 90-ми, да? И вместе с матерью ходили по помойкам. Да. К нам, кстати, цыгане обманулись с квартирой. Мы уехали. Какой-то нам дали дом трухулявый. А сколько вам было лет тогда? Тринадцать. Димочка, скажите, пожалуйста. Ну вот обычные ребята, девчонки, у которых такое детство, они в одно прекрасное утро или день просыпаются и говорят, надоело. Все. Чем так жить, лучше никак. И что-то придумывают. Придумывал. Убегают. Убегал к бабушке. У вас было хотя бы одно какое-то такое действие, когда вы сопротивлялись своей непутевой матери? Убегал к бабушке. Ее матери? Она приезжала меня за шкиру пообратно. Матери. Она настраивала меня против, что она свекровь, что она плохая, что ты им не нужен. А сейчас мать пьет? Нет, уже не так. Я знаю, что вы написали письмо нам, и она уже с редакторами договорились, и она обманула наших редакторов и сказала, что вы передумали все. Ее написали повторное письмо. У меня есть эти письма, может быть, я зачитаю? Давайте послушаем. Обращается к вам молодой человек из города Балабаново, Калужской области. Я очень часто смотрю вашу передачу «Давай поженимся» и порой просто завидую людям, которые находят друг друга. В основном у вас непростые люди, нет среди них обыкновенных рабочих. А я именно такой работаю дворником в средней школе номер два. И сейчас я живу с комплексом неполноценности, хозяя абсолютно без вредных привычек. Очень добрый, нежный и заботливый человек. Очень хочется познакомиться с такой же девушкой. Но как это сделать с моим нерешительным характером, не знаю. Поэтому прошу вас, Лариса, может быть, вы мне поможете через вашу передачу. Я буду очень признателен и благодарен. Счастье мое. Конечно, все, что сможем, сделаем. А как? Неплохо было бы его с моей мамой познакомить. Она, конечно, у меня очень хочет, чтобы я вышла замуж. И, в принципе, такой жених ее, я думаю, устроил бы. Вы действительно завидный жених. У вас хорошие руки. Как мой муж говорит, я не подкаблучник. Я просто боюсь Лариску. И счастье со мной. Ну, боится. Ну и что, нахорм, нахой живет спокойно себе. И вы можете найти. Вам нужна женщина сильная, конечно же. Потому что вы уже привыкли. Это ваша модель подчинения. Но одно дело подчиняться без любви и в страхе. А другое дело служить верой и правдой. И за это получать любовь, уважение, ласку и так далее. Мне кажется, у нас жених вообще с такой тонкой душевной организацией, которая очень сильно это все переживала. А у вас были отношения-то с девушками вообще? То есть вы у меня девственник. Даже не целованный. Да. Господи, если мама смотрит сейчас телевизор, побойтесь Бога. Понимаете? Сколько вам осталось. Пристанете. Да, потом будете тянуть свои старческие руки в жилах. Говорите, да, куда-то берется. Тьфу на вас. Что вы делаете со здоровыми, красивыми, со своими детьми? А у нас есть видео от сотрудников и коллег. Нашего жениха. Карактер любимый просто замечательный. С уважением относится к людям. Никогда не откажет помощи. Обладает просто высоким чувством юмора. Мы с ним работаем довольно-таки уже давно. Дмитрий зарекомендовал себя работником ответственным, честным. Добросовестный. Ищет, не худящий, не пьет. Надо хорошую девочку, чтобы нашел. Для жизни, спутницу жизни. Все, прекрасный работник. Все, что еще надо? Что еще надо? Я вот одного не понимаю. Но не могут они быть все замужними. Коллектив, который так от вас отзывается, так вас любит, так уважает. Там одни чутки-то видела, что все было моего возраста. А у сеток есть дочки, наверное. Ну как, хорошие парни, про которые говорят, слушай, такой парень у нас работает. Как все хорошо они у нас отзываются. Да, с уважением относятся. А это много, значит. А вы пробовали без нас, ну хотя бы, ну за кем-то поволочиться, за какой-нибудь девчонкой? Так надо ему еще рассказать, как это делать. Ну сейчас будем это... Это уж, может, забыл. Было по телефонным знакомствам в Рязани. Ну, все теория. Я к ней приехал, ездил. Потом она ко мне приехала. Ну и мама сделала через подругу так, что они ее вытурили. Довели ее до слез, обвинили, что она у них украла телефон мобильный. Кошмар. А мама со своими какими-то, как они говорят, хорошей девочкой Марьи Степановой. Она сказала, как мы только поднимались по лестнице, она сказала, о, это деревня, это пьющая, это вообще на ней нужна, да еще толстая какая-то там, неплохая. Она тебя хорошему не научит. Дим, а попробовали когда-нибудь с матерью поговорить и сказать, ну вот что ты хочешь от меня? Или может, она сама озвучивает, это чего она хочет? Какого счастья для вас? Какой-то к ней страх. У нее такая агрессия, такая жестокая, аж до слез доводит. Мой мальчик, мой мальчик. Еле арбуз поделилась с подругой, мне мало побольше. А что, говорит, мы будем везти, что нам, говорит, ты у нас забрал? Я говорю, берите. Да нет, нам хватит. Она там все держит. Да, вещи она вам покупает? Да, и то я жду, когда меня. Я говорю, вот не надо рубашку купить. Она говорит, оружие не треснет, да? Или как штаны, говорю, мне надо достать чистые. Она говорит, мол, сегодня в школе праздник. Два дня ждал. Чуть-чуть бы уверенности и маму убрать куда подальше. Давайте тогда уже сейчас будем мечтать и рисовать ту женщину, с которой хотелось бы, чтобы ушел Димка сегодня. Ну вот какую? Какую? Люд. Я первонаперво, конечно, без вредных привычек. Это однозначно. Потому что он никогда ничего в жизни не пробовал, кроме конфет. Вот. Еще хочу, чтобы она все-таки по духу была близка ему. Он человек очень уравновешенный, очень тонкий. Он, я даже не знаю, такая душа вообще, вот, что вот он готов помочь вот каждой мушине. Господи, да ради такого даже можно своего мужа бросить и пойти к нему. Неужа где у ваших коллег глаза-то? И чтоб, ну как, я даже не знаю. Я хочу, чтобы он был счастливым, потому что сколько я его знаю, он несчастлив. Он несчастлив. Дима, а если у нее будут уже детки от предыдущих браков? Ничего страшного, я так считаю. Да? А куда приведете? Домой, к матери? Будем думать. Страшно, надо что-то думать. Странно, страшно, да? А возможности нет разъехаться, разменять. А там однокомнатная. Надо невесту просто брать с приданым и квартиры. Кстати, у вас пирожки-то где? Да. Вы же пирожки нам привезли. Да. Все, давайте пирожки сюда. Что, еще и готовится, что ли, я не пойму? Нет, это коллеги пирожки приготовили для нас. Да, Эго. Ой, да нас с таким женихом даже можно не задабривать никакими пирожками. Я думаю, что они будут очень вкусные, потому что они с душой сделаны. Димульчик, слушай меня. Значит, простую надо. А то они тут все выпендрежно приходят, ничего себе не представляют и начинают пальцы загибать. Хочу банкира, хочу это. Нам такое не надо. Которые знают, вот, нужна, хочу замуж, хочу мужа хорошего, хочу детей от него. А еще, если она настрадалась, если раньше муж пил-бил, и она с детками там куда-то, но у нее по какой-то там, не знаю, по какому-то счастью вдруг осталась жилплощадь, это вообще наше. Согласна с тобой, но здесь дело какое. То есть понятно, что если девушка простая, то ровнее. Вряд ли у нее какие-то хоромы есть. Ну, в принципе, если своя комната есть, я тоже так начинаю. А хорошо еще, чтобы она вообще была бы из другого места. Чтобы даже по соседству с матерью не жила. А я вам даю всего три дня за пасеком, чтобы в ЗАГС бегать, и 24 сентября прийти уже с ужиной с женой на нашу программу. Она у нас будет праздничная. Я в основном вообще не знакомилась, если честно. Мне как-то да. Лучше не портить отношения. Лучше не начинать вообще. На самом деле он нетипичный козерог, потому что в козероге только солнце и заходящий кармический узел. Действительно, очень многое будет в перемене жизни зависеть во второй половине жизни от брака. Вы только тогда изменитесь кардинально, и у вас начнется новый поток жизни вместе с партнером. Но вы необычны в чём? У вас очень много воздуха. Родственная луна с матерью, родственная душа должна быть в первую очередь, должна быть такая же, как мать. Она должна и поспорить, и отстоять себя, понимаете, и точно так же ответить, и совершенно не обращать внимания на то, что она говорит. Очень сложный поиск вам предстоит, но я думаю, что вы сможете. Сейчас, наверное, первая невеста, вы пойдёте знакомиться с первой невестой. И удачи вам. Здравствуйте, Дмитрий. Я пришла любовь найти и с тобой вдвоём уйти. Эту пару тебе дарю. Надеюсь, взаимность тебе я найду. Спасибо. Спасибо большое. Светлана, 33 года. Секретарь директора в Климовском лицее. Имеет коллекцию из 100 статуэта кошек. Мечтает открыть приют для бездомных животных. Гордится тем, что 13 лет работает на одном месте и пользуется всеобщим уважением. На протяжении 5 лет Светлана каждый вечер ходит на свидания с мужчинами, но личная жизнь так и не налаживается. Надеется, что встреча с Дмитрием станет судьбоносной. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Светлана, а пирожочек хочешь? Хочешь. С удовольствием, ну, попозже можно. Конечно. Попробую с удовольствием. Ой, неужели вот эта вот ваша коллекция знаменитая, Костчиковы её раздербанили? Или у вас их по две? Нет. Или они нам пришли их только показать? Я, да. Лариса, мудрая душа, красива, стильна, хороша, всегда поможет и утешит. Иногда даже потешит. Спасибо. Передаю. Спасибо, Лариса. Роза. Спасибо. Роза, сваха хоть куда, не прогадает никогда. Про преданное узнает, участников всех испытает. Спасибо. Вот чисто я абсолютно. Посмотри, да? Да, да. Есть у вас астролог Тома. Она приветлива, очень строгая. Нам про звёзды всё расскажет, но судьбу мою укажет. Спасибо, дорогая моя. Светочка, неужели за пять лет так ни разу не удалось встретиться с порядочным человеком, с приличным? К сожалению, нет. Она очень милая. Милая, да, приятная. Мне кажется, она такая домашняя, тётлая. Почему пользуетесь интернет-знакомствами? Я работаю в лицее, в школе. Тоже так же. С работы домой, с дома на работу. Негде, да, познакомиться? Негде. На дискотеки не люблю, не хожу. Компаний шумных нет, чтобы познакомиться. Светочка, а до этого у вас была несчастная любовь с другом детством? Расскажите. Да, была. Я поехала на родину. Встретила... Куда? На Украине. Я родилась на Украине. Встретила друга детства, который мне всегда ещё в пять лет почему-то нравился. У нас завязались отношения, но так как он был обременён ребёнком и бывшей супругой, у нас не получилось отношения. Ну вот, мне кажется, она очень сильно обожглась. Да, и сейчас она тоже. Теперь ей трудно доверять людям. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Ну, расскажите пару эпизодов, вот как вы знакомились по интернету. Ну, ходила несколько раз, вот созванивались, договаривались с молодым человеком встретиться, в чём я одета. То есть всё было по-честному? Ваша фотография? Да, то есть вы не ставили фотографию розы или мою, да? То есть вы были выгодкой? Именно свои. Говорила, в чём я приду, в чём я буду одета. Молодой человек долго не приходил, я ему звонила раз, два, уже прошло почти час. Но в итоге он поднял трубку и сказал, типа он у меня пришёл, посмотрел со стороны. Вечка, а вы, наверное, пойди у памятника или у входа. Метро. Метро, большая что-то. Встречаться нужно обязательно внутри, либо кафе. Нужно кого, у кого какие диеты, на что хватает, как говорится, либо в ресторане. Почему? Внутрь должен зайти и уже бежать некуда. У меня был опыт общения в интернете с одним молодым человеком, и мы с ним списались, но он так на свидание не появился. Светочка, а зачем вам нужно было разыскать биологического отца? Чтобы что? Мне интересно, ну и это тоже, что я выросла без него, и без него точнее выросла, что вообще нуждалась я в отце. А мама не объясняла, почему они развелись? Пообъясняла, я знаю, что они развелись, когда мне было три года. Из-за чего? Ну, он пил. Ну и зачем вам такой? Ну, вот поэтому, ну, мне хотелось его посмотреть, я его не помню совсем. Мне хотелось сказать, что я вот такая вот, я выросла, и без тебя вошлось. Но когда вы его разыскали, выяснилось, что он уже как 12 лет умер назад. Она милая, домашняя, но в ней нет той яркости, что есть в миске. Из Крынии, которая зажжет Дмитрия. Огонька. Где вы территориально сейчас? Московская область. И Димка в Московской области? Подружкой. А у вас, как и у Димы, тоже инвалидность, да? Да. А какая группа? Вторая. А у вас что, в связи с чем? У меня, не хотела я эту тему поднимать. У меня рак головного мозга был. Мне успешно сделали операцию. Слава Богу. Да, слава Богу, я здоровая, я работаю. Врачи, говорит, всё можно. А вы сами как думаете? Ну, не хочется. Хотите? Хочу. Дим, хотите детей? Да. А потом они оба, да если что, должны, допустим, по сторонам. А жить где будут? А где будут жить? Знаете, вот по поводу житья. Вот смотри, у него ничего нет, и у Светки ничего нет. А раньше, когда я в бараках жила, ничего, мама, он шторку повис на ней потихонечку, и что? Мне кажется, они внешне чем-то похожи даже. Внешне? Да. У него, кстати, тоже голубые глаза. Вот здесь три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция, скелет в шкафу. Свидание наедине. Идите. Ой, как мне хочется волшебную палочку иметь. И 133 желания, да? Я бы вот всех, кто хорошие люди, глупости какие-то говорю. Для этого нужен цветик, семицветик, чтобы одним лепестком сразу все. Мне мало семи лепестков. Я хочу очень семью. Ну, там, как бы, с моей мамой вы сможете справиться. Я просто, я люблю очень детей. Я тоже очень люблю детей. У меня очень много подруг, которые я крестила детей. Я очень легко с ними нахожу общий язык. И с предыдущими потенциальными свекровиями я тоже находила очень хороший язык. Поэтому я надеюсь, что я смогу стать мамой, вашей маме хорошей свекровенной, невесткой. И найду как-нибудь к ней подход. Она очень строго проверяет эти качества. Ну, я постараюсь. Главное, чтобы не пьющие. Я категорически это не приемлю. Я не люблю. Что ты говоришь про бизнес-инцов? То есть у меня есть такая маза, что я могу превратиться в такую древнюю? Вы же, когда распускаетесь, никто не останавливает. Вас просто несет. Пытаетесь задавить всех окружающих. Ударь меня, Том. Хорошо. Ужас какой. Послушайте, если вы увидите первые звоночки, что я вот в такую превращаюсь, увезите меня в лес и оставьте там. Ага. К бабаям. Я жить хочу еще. И работать с тобой долго и долго. Чего? Неприятно мне так, что это все было услышано. Да перестань, в этом твои есть харизмы. Чего? Да, с другой стороны бывает... Знаешь, как это? Вот ты такая послишься-пожлишься, а потом начинаешь такая добрая-добрая-добрая подарочки даришь. Потому что лучше это потерпеть немножко, а потом подарок получить. Конечно. Хочется, конечно, своих детей выводить в театр. Ой, я люблю посещать музеи, театры. Я потому, что я очень часто посещаю такие вот концертные заведения. С удовольствием составной компании. То есть тетки были близнецы. И вот они садились и все время всех громко обсуждали, чтобы все слышали, как они так говорят. И вот они, значит, про мою сестру сели в гостиную, она там у себя в комнате, они сидят и орут. С женатым мужиком связалась! С женатым мужиком! То есть, чтобы подавить ее. Да. А может, они как раз... О, Господи, испугал-то так! Димка, тьфу на тебя, поразит эдакий! Ну что, сговорились? Улыбайтесь оба! Светуль, а сюрприз приготовила? Да! Давайте, показывайте. Назови, пожалуйста, любую страницу, любую цифру. Четыре. Это, сейчас, это сборник моих стихов. Это тут вся моя жизнь, вся моя любовь. Это стихи о любви. Вот. Давай четыре. Четыре. Нет любви, нет вдохновения, без стихов нет настроения. А так хочется любить, и так хочется творить. Но без слез, любви и ласки не бывает в жизни сказки. Ой, ну вот у вас все. Ну, они подходят, подходят друг к другу. Прям как двое сладца одинаковых с лица. Все, идите в свою комнату. Спасибо. Людмилочка, прямо смотрели внимательно. Мне это очень приятно. И что вы увидели своим мудрым женским взглядом? Ну, хорошая девочка. Нравится мне ее внутренний мир. И все-таки она понимает Диму, потому что, видно, сама пережила многое. Мне кажется, она добрая такая же. Ничего я про нее не понимаю, поэтому буду слушать тебя. Ну, вот, подходят они друг к другу. Подходят, да, я тоже думаю. Есть у них взаимопонимание, и со временем будет еще больше. Мамку хватает? Я думаю, что да. Как тебе, понравился парень? Мне понравился. У нас очень много общего. А что общего-то? Такого не бывает. Ну, все. Знакомьтесь со второй невестой. Мы с вами. Здравствуйте. Меня зовут Милана. Очень приятно с вами познакомиться. С вами. Милана, 25 лет. Преподаватель английского языка. Играет на фортепиано. Любит гулять по лесу и общаться с детьми. Мечтает о гармонии и благополучии во всех аспектах жизни. Гордится своей жизненной силой. Предупреждает, что слишком прямолинейно. Во всех не сложившихся отношениях Милана винит только себя и свой скверный характер. Надеется, что Дмитрий примет ее со всеми недостатками. Здравствуйте, Миланочка. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая. Спасибо. Вот я мечтаю о такой прическе. Свои волосы? Свои. Хорошо. Что это за свечечки такие красивые? Свеч? А это вот я хотела вам подарить. Чурни-лиловую. 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 Лиловую, чурни-лиловую. Вот эту? Да, это лиловый цвет. Спасибо. Вам такая больше нравится? Белая. Роза розовая, но белая. Спасибо, дорогая. Вы преподаватель английского языка. Да, я преподаю деткам. Ну, не только деткам, но как дети у меня это главные. Вы москвичка? Я, да, я в Зеленограде живу. Ну, как Московская, Москва считается Зеленоград. Прекрасно. Я очень люблю свой город. Все нравится. Спасибо. И возраст, 25 лет. И бла-бла-бла. Почему вы вините себя во всем? Так же не бывает, когда у людей не складываются отношения, чтобы виноват только был один? Ну, знаете, просто я очень резкая. Я это знаю про себя. Я была, скажем так, да. И из-за этого порушила многое. Хотя могла бы быть более сдержанной. Ну, давайте кайтесь, прям рассказывайте, все как на духу. Ну, хорошо, у меня... Самое вот яркое. Самое яркое, это, наверное, первые отношения, которые были, которые, не знаю, все говорят, что несчастная любовь, она первая. Ну, вот она у меня, собственно, такова. Я познакомилась с молодым человеком в бассейне. Там еще было очень интересно тем, что я встряла в разговор его с его другом, когда мы вышли уже в раздевалку. Не в раздевалку, точнее, а в гардеробную. И они что-то разговаривали о какой-то политике. Вот. И я в наглую встряла просто в разговор. Мне понравился очень Паша. И мы как-то обменялись номерами. Я не помню, кто у кого спросил номер. И в этот же вечер он мне написал, Нила, если мы дальше будем так уже общаться, готова ли ты к серьезным отношениям? Старший был у вас? Он нагод старше меня, да. В общем, это была ваша первая любовь, первый секс. Да, да. Но я в итоге... Там моя подруга... У меня подруга тогда была, сейчас мы уже не общаемся. И у него был друг в то время. И как-то раз мы познакомились вчетвером. Я положила глаз на его друга. А подруга на вашего друга? Нет, нет, нет. А подруга просто... И чем закончился этот перегляд с другом? Тем, что в итоге я рассталась с Пашей. Я... Вообще, вы же с ним поделились по-товарищески во время секса. Сказали, дружок мне твой нравится. Очень. Но он не понял, дурак, да? Нет, просто... Знаете, я на самом деле... Вот до сих пор мне стыдно. Хочется в фразе встретиться и сказать, извиниться перед ним за один случай, когда я закатила какую-то истерику. И он пытался меня успокоить, меня приблизив к себе, обняв меня. Я его оттолкнула в живот. И вот за этот момент... Послушайте, ну детский сад... Ну послушайте, ну это... А ты поддых дала или просто? Ну это же детство. Ну считайте, поддых практически. Миланчик. Было 300 миллионов лет назад. Ой, я помню свою первую любовь. Ну она, к сожалению, оказалась не взаимной. А может быть даже и к счастью. У меня было... Ну как... Потом, в дальнейшем, очень много отношений. И я все никак не принимала ни одного молодого человека. Последние мои отношения, которые там дошли практически до ЗАГСа, я познакомилась с ним, к сожалению, не помню как, но мы очень быстро понравились друг другу, очень как-то быстро доверились друг другу. И он пригласил к себе домой, я познакомилась с его родителями. Потом я познакомила его со своими родителями. Его родители очень полюбили меня, мои родители очень полюбили его. Ближе к делу. Да. И потом мы познакомили даже родителей. И как-то раз мы поехали на дачу к нему с его родителями, проводили как-то очень хорошо. И, не тяни, и он, к сожалению, что-то сделал. Пукнул. Да, он пукнул. Меня это просто обессловило. Я встала, поняла, что дальше я идти не могу. Я у него спросила, что это такое вообще. На что была реакция? Не так, что прости, извини, как бы не сдержалась. А что такого? Мама сказала, терпеть вредно, да? Идиот. Ну и после этого как? В итоге ночь не удалась. А если бы его разорвало, бедного? Лучше бы разорвало, скажи. Если бы разорвалось. Это естественно. Ну, всякое бывает. Ну, такой реагировать. Скажите, а у нашего Димочки прекрасного есть какие-то шансы? Я думаю, у каждого человека есть шансы. Главное им воспользоваться. Потому что мне-то очень хочется, чтобы вы вошли в его дом и справились с его мамой. Потому что я прямо вижу, вот такая вот, руки в боки заходит. Мне кажется, что она с мамой его не справится. Она такая сильно интеллигентная и тоже мягкая. Вот у меня еще такой вопрос. У вас квартира, вы живете в квартире, сколько комнат? Ну, я живу с братом в квартире, поэтому... А родители где? А родители нам просто подарили эту квартиру, поэтому... А брату сколько? А брату 28. И он не женат? Он не женат. То есть вы водите туда... Нет. Нет. Договорились не водить? Да. А комнат сколько? Одна? Три. А, так это хорошо. Ну, зато у нее жильем. Не такие проблемы, как у меня. Димочка, у вас осталось два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Сейчас я посмотрю, что там. Не надо вам этого скелета. Верите? Доверяйте мне? Да. Пожалуйста. Извините. Нет, все нормально. Спасибо большое. А сюрприз приготовили? Да. Покажите. Сейчас, наверное, буду стихо-чипать. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, моя несчастная доля, хоть как лежала всех роня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотел. Поверьте, моего стада вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, деревни нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Ну, ну, красиво. Голос у меня приятный, красивый читает. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался. Кто ты? Мой ангел-лихранитель или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю, но мне по рукой ваша честь и смело ей себя вверяю. Спасибо, дорогая. Подружки, забирайте цветочки и невесту их помню. Спасибо. Мы тоже все учили на язык. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Людочка, говорите. Меня, конечно, смущает при возрасте 25 лет множество отношений. Множество? Она сказала множество. И не одни отношения, это раз. И что? И ни разу не знаю. Ну, я не знаю. Сказала, вспыльчивая, бываю, такая напористая. Но Дима грубости не терпит вообще. Мне кажется, вы энергетически не совпадаете. Рядом с ним нужна бойкая. Вот такая, как Миланка. Ну, не знаю. Понравилось, Дим? Да. И мне кажется, что вам нужна именно такая. Иначе вы завянете, как два цветка. Кто вас научит уму-разуму и так далее, премудростям всяким. Да что вы их. Очень хорошая девочка. Очень. А если он это, ладно, уж не пукнет, а это... Что ж тогда на такой ерунде семья разрушится? И я бы рассталась. И я бы даже мне в страшном сне это не может присниться, если бы кто-то из моих возлюбленных это сделал. В страшном сне. Я вообще ненавижу все эти подробности физиологические. Ужас. Мы же живые люди все. Ну, вы живые, а мы-то эфир. Я же создание-то эфирное по себе. Лариса в музее. Да, правда, Лариса знает. А звезды? Светлая художественная натура, богатое воображение. Я должна сказать, что, конечно, будет выражать все, что думает. Это, знаете, не грубость, это эмоциональность. Но постоять за себя может. Как только возникает какая-то опасность, появляются невероятные резервы, и этот человек может включиться так, что мало не покажется. И вы знаете, что интересно? Во многом вы как бы противоположность с ней, потому что у нее стеллиум в раке, вы козерог, и у вас, так сказать, несколько другие аспекты. Но вот поразительным образом ваши гороскопы дополняют друг друга. Вот правильно все говорит. Все в точку. У вас есть еще одна невеста, проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Дмитрий. Очень приятно познакомиться с вами. Я хочу от себя преподнести этот подарок. Это мыло ручной работы, которое я сделала сама. И оно в большей степени символизирует то, что я хотела бы вам пожелать. Там деньги, дом, любовь, работа, успех. Но это доблесть и мужское начало. Вот, пожалуйста. Спасибо. Анжелика, 26 лет. Художник-декоратор. Любит фотографировать и рисовать на природе. Смотрит документальные и познавательные программы. Мечтает побывать на Байкале. Гордится тем, что сама себе купила машину. Предупреждает, что целомудрена. В жизни Анжелике встречались только пьющие, женатые и сластолюбивые мужчины, с которыми было невозможно построить серьезных отношений. Надеется, что Дмитрий ее отогреет. Диночка, не забудьте копеечку дать, если сейчас есть у вас в кармане, сейчас, либо после программы. Мыло дарить. Плохая примета возлюбленным. Иначе смылятся все отношения. Не знали, Лариса. Одна можно. Не жаль. А нам хорошо смыляться. Пусть, значит, у вас все сложится. Ничего себе. Я не знала такой приметы. Какую? То, что мыло нельзя до возлюбления. Я тоже не знала. Анжелика, где вы находили таких мужчин? Светлана в интернете, Мила в бассейне. А вы? Я на работе. Я всю жизнь свою сознательную провожу на работе. На стройке? Вы знаете, я сейчас меньше времени стала проводить на стройке, но так сложилось, что мне пришлось просто идти, зарабатывать деньги, кормить семью, потому что нас бросил отец, он нам не помогает до сих пор, мы не знаем, где он находится. Вот, поэтому я как бы кормилец семьи. Ну, вам куда уже помогает в 26 лет? А вы кого кормите? Ну, он нас бросил раньше, уже 6 лет мы с ним не живем. Ну, 20 лет вам было, тоже уже девушка-то взрослая. Да, 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 девушка была взрослая, но, тем не менее, образование у меня было средне-специальное. А вы считаете, что родители обязаны в 20 лет тащить? Ну, нет, не обязаны, но, тем не менее, нужно было хотя бы по-человечески разойтись. Он забрал у нас квартиры. Прикинувшись сумасшедшим, да? Да, прикинулся сумасшедшим, забрал машину, гараж и часть квартиры. А что, раз сумасшедшим отдают? Ну, вы знаете... Вы это с маминых слов все знаете? Нет, это происходило при мне, это все было при мне, поэтому... Вы москвичка? Нет, я из Ростова-на-Дону. Это вся там история вся происходила? Да. А сейчас вы где живете? Ну, я живу в Оксае, вернее, я из Оксае, вот Ростова-на-Дону. Вы оттуда приехали, да? Да, да. Есть ли у вас все сложится? Заберете такого прекрасного Дима? Вы знаете... Нет, не заберу, потому что... Ну, мне кажется, что... Не куда? В общем, есть куда, но мне кажется, что мужчина должен все-таки сначала заботиться о том, куда он приведет свою семью, и мужчина должен быть со стержнем. Нет, он ей изначально не понравился. Она сразу сказала, нет. А допускаете, что вообще люди все по своей природе разные абсолютно? Да, допускаю. И что случаются вот такие, как Дмитрий? Бывает и такое, это редкость, да, Дмитрий, но это просто, ну, очень необычный случай, конечно. Вот. А как вы считаете, почему вы одна? Что у вас не так? Вам 26 лет? Я не знаю, Лариса, ну, потому что я, наверное, уделяю мало времени всему этому. Я много работаю. Вы говорите, что на сайтах знакомств одни альфонсы и извращенцы. Да, да, я так считаю. То есть были попытки, да, с кем-то, и что там? И, ну, просто как бы списались с мужчиной, договорились о встрече, созвонились, но он не явился на свидание. Ну, мне кажется, это не мужской поступок, но он как-то предупредил меня не звонком, а смс-кой. Это вообще не зря давно выходишь. Ну, во-первых, на сайте двое.тв. А я там есть. А, это вы про него, что ли, говорите? Нет, это с другого сайта. Значит, во-вторых, если мужчина вас и пригласил на свидание, как специалист в этой области говорю, это он вам еще ничем не обязан. Вы ему никто. И никакие джентльменские, ну, как бы соглашения относительно вас не действуют. Я думаю, что у него все получится, если он будет с тобой. Да? Он будет очень стараться. А материальный достаток мужа вам важен? Важен. Сколько, ну, какая нижняя даже, ниже которой мы не рассматриваем. То есть, ну, явно не дворником он должен работать, как зимка. Дворником точно нет. Но, вообще, идеал моего мужчины, это, конечно, бизнесмен. То есть, он должен себя, в первую очередь, обеспечивать. Бизнесмен? Да. А вы почему? С хорошим приданным девушкой, как я понимаю. Но кроме целомудрия. Ну, с приданного, да, я могу предложить только свою машину и часть квартиры. Сегодня браки, ну, строятся по принципу договоренности, понимаете? Кроме любви, еще в браке должно быть удобно, взаимно, взаимополезно, обязательно. Конечно, согласна. Понимаете, уже все эти сказки сериальные, когда приехала из провинции работать домработница, а потом он на ней женился, они все случаются все реже и реже, практически никогда. Поэтому, когда женщина говорит, я хочу бизнесмена, а вы что ему в свою очередь? Я так не говорю, что я хочу бизнесмена. Я говорю, что это идеал. Я говорю, что это просто идеал. Давайте так, идеал. А вы вот, ну, как бы, побрезговали, вам не нравится статус, не нравится, что сборник. Ну, вы сказали, нет, и стержня нет, и вообще, что такое, и мама должен бросить. То есть вам же не нравится, мы даже не будем сейчас его рассматривать, но поскольку у нас огромная аудитория, смотрят нас миллионы, может быть, сейчас на вас прям прилипнут к экрану, и будет огромное количество заявок. А что вы, так бывает. Поэтому давайте уже определимся с вами. А что вы, в свою очередь, мужчине можете? Чем вы можете быть полезной в семье? Я могу полезной быть чем угодно, Ларис. Во-первых, у меня талант, и у меня большое еще собрание картин. То есть если мужчина сможет... Талант мыло варить или еще в чем талант? Нет, я пишу картины, я художник. Продаются? Продаются, да. То есть если мужчина захочет организовать семейный бизнес, пожалуйста. Она на всем деньги делает. Она бизнес-вумен, ей такой нужен. Дима, у вас остался один бонус. Семейная тайна или традиция? Держу. Какая тайна или традиция? У меня есть не тайна, а не традиция. Вот мы в семье любим готовить салатики. Необычные, красиво нарезанные, украшенные. И вот у меня есть салатик, называется лодочки-перчики. Ты тоже хорошая хозяйка и салатики. Салаты я обожаю готовить, и разные. Пойду угощать жениха. Красиво, молодец. Молодец. А мы вас кляшку угостим. Они все сладкие, по-моему. Красные, это гости. К жениху и с вате нам не надо. Главное, будет все зависеть от них. Дим, любите вот такие всякие салатики? Не ел ни разу. Мой мальчик. А ваше любимое блюдо, Анжелика? Мое любимое блюдо, это мясо по-французски. Все-таки. Да? Запеченное сыром. Да, очень люблю. Ну, хотя много нельзя мне в чем? Помидоры с огурцами нарезать? Нет, ну традиция в том, что... Украсить, да, необычно как-то разложить это все на тарелке. Скажите, а вот этот имидж, это постарались наши стилисты? Или вы в обычной жизни? Прическу я делала сама, и я, в принципе, с ней в обычной жизни. Что-то, вот, прическа, белый воротничок, очки. Это все, это все мое. Ой, ну сейчас, как в ресторане подали. А я люблю домашние, кухню. О, Роза, молодец. Я могу. Скажите, а это и есть ваш сюрприз? Или сюрприз отдельно? Сюрприз отдельно, да. Проходите, покажите, пока будет жених с подружкой есть. Так как я сегодня Дмитрию подарила мыло собственного производства, я еще хочу ему преподнести в подарок крем-мыло, который он может использовать потом и как гель для бритья, и просто мыть им руки. Давайте, дарите. Хочу показать, как я это буду делать. У меня уже есть готовая мыльная основа, жидкая. Мы это помещаем на водную баню. И пытаемся это все растопить. Она сама делала, даже Диму не позвала, чтобы он ей помог. Да, но все равно может быть процесс. Чтобы вдвоем сделать. Все равно молодец, вдвоем сделать. Какое-то единение тоже. Вот, все у нас уже расплавилось, растворилось. Вот, и теперь мы в мыльную основу добавляем крем, вернее, скраб, горошинки скраба. Берем палочку и перемешиваем это все. И подарите всю жениху? Конечно, подарю. Ну, молодец она, конечно. Такой сюрприз у нее. Вот, Дмитрий, это тебе. Спасибо большое. Спасибо, проходите в свою комнату, цветочки не забудьте. Людмилочка, смотрю, как-то вы неохотно салатик так поковырялись. А что, покрамсала там? Ничего особенного, да? А вам как? Мы такой ели, я просто не видела, наверное, в таком оформлении. Ну, а в общем, как Анжелика? Ну, в общем, как? Ну, в общем, девочка хорошая, целеустремленная, знает, что она хочет. Творческая натура. Все она может. Ну, я думаю, что мы ей не подходим. Ну, заковыристая, да. Девушка такого высокого о себе мнения. А это потому, что еще не падала. Она, видимо, не только целомудрная, она еще и мудренькая. Нет, она мудрена, это большая разница. Понимаешь, она очень заковыристая, такая себе всего там напридумала. Да. Это пока 26, хотя это уже звонок, понимаете? Ну, да, мы все такие из Ростова на Дону, заковыристые немножко. Солнце с Марсом, поэтому она конкретно говорит, как военная, понимаете, то, что думает. Вот, но я не могу сказать, что она там, отсутствие переживания какого-то, потому что, на самом деле, для вас очень хороший вариант. Можете взять уже мыло, отношения не смылятся, и копеечку не надо. Жалко, что Анжелика так быстро смылилась, потому что, на самом деле, у вас совместимость очень хорошая. Но я просто, глядя на нее, я вижу, что у нее будет скоро муж, человек, светло-русый, ребенок-сын будет. Вот, я думаю, она найдет то, что хочет конкретно, вот то, что хочет. Да ладно, это же моя мечта, ребенок-сын. Мне вторая понравилась. Ну, ты точно знаешь, что она тебе, это самое, Дима? Я боюсь, она какая-то разбитная. Ну, мне тоже что. Ну, мне тоже что. Она будет, ну, будешь ты в ее власть. В то же смысле? Ну, что нам командовать, командир будет, она будет, как, вот мы весь семье. Ну, это мне не нужно. Людмила? Ну, что я, наверное, остановлюсь на втором варианте, на Милане. Думаю, что все-таки, может и правда, что она такая со своим таким характером, может и действительно Диму это. Ну, просто как бы не давать ему в обиду его, в это поддерживать. Я считаю, что Светочка для вас, первая невеста, жестковата. Анжела настолько жестковата, что зубы пообломаете. А Милана, это она только здесь хорохорилась, что она такая растекая. Мне кажется, она мягкая, детей хочет, семью хочет. Потом в ней есть эта самая древняя кровь еврейская, понимаете? Она генетически заложена на семью и на детей. И она имеет понятие, что такое семья. О, ничего себе. А Роза кого-то видит. Дорогие мои, алло, проснитесь. Вы в начале программы что говорили? Дим, если ты домой вернешься, мам, что с тобой сделает? Кирдык. Тебе, у тебя выход один. Чтобы через три дня прийти к нам на программу живым. Я на полном серьезе вам говорю. Ты будешь Милан, что ли, уговаривать в ее 25 лет? Она к себе домой поедет, а ты куда поедешь? Так что давай, не ерунди, да, я понимаю, она симпатичнее, моложе и все остальное. Проснись. Светланочка. Вот Светлана сейчас за руку возьмет и к себе домой привезет. О, Роза, спасибо. Как она видит. Мое мнение таково, что первая и третья невеста наиболее подходящие вам по гороскопу. С Миланой может быть романтизм. Вы, по сути говоря, как я уже сказала, единство и борьба противоположностей. Дополняйте друг друга, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Понимаете, может быть романтизм, но может не сложиться. Поэтому вот с этим чувством, что вам больше нужно, и двигайтесь вперед. В любом случае мы вас поддержим. Себя слушайте и свое сердце. Проходите. До 20 лет, наверное, даже если бы сам пришел, я бы сказала, не надо, общаться не хочу. Не искал, не ждал. А когда узнали, что у папки бизнес был, Сэлья там живет. Думаете, это что, я дура, что ли? Конечно. Я приглашаю всех выйти и поддержать Дмитрия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы готовы? Да. Я считаю, что нам нужно попробовать. Я хочу дать вам шанс. У нас есть пара Дмитрий и Милана. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Очень рада за вас. Удачи вам, ребят.